Несколько поговорю про то, почему эта задача сложная. Да, отказался бы, но как-то, как-нибудь, там, ну, очевидно же, что никак нельзя, иначе как перебрать, все, да, никак не получится, очевидно же. Но, к сожалению, не очевидно. И за прошедшее время, да, за прошедшие почти 50 лет, мы только лучше стали понимать, почему эта задача сложная, почему никто не может к ней подступиться. И первое соображение помещается в следующее. Тут я схематически рисую весь класс МВ, и вот здесь вот, давайте я пока рисуем, значит, здесь в самом низу, когда идет по вертикали, грубо говоря, сложная задача, в самом низу будут задачи СП, значит, те, для которых есть полимерный алгоритм, А вот наверху есть такие задачи, которые называются наверху. НП полные, это такие самые сложные, самые сложные в классе НП. В каком смысле сложные? Если вы одну задачу отсюда решите, то вы и все остальные тоже сможете решить. Да, то есть тут как бы вот отовсюду, значит, отовсюду тут вот такие стрелочки идут. Что значит стрелочки? Что задача сводится к другой. Да, то есть если у вас есть какой-то золотой ключик, который решает вот эту задачу, вот эту задачу, да, например, ищет, и ищет, и говорит, есть ли габилетонов цикл. То тогда с помощью этого золотого ключика можно решить и все остальные задачи. Причем решить некоторым единообразным способом. Значит, таимно, вот пусть у вас в золотой ключик ищут, или там, говорит, есть габилетонов в пути или нет. А вам нужно решить задачу про раскраску в три цвета. Тогда раскраска в три цвета некоторым хитрым образом преобразуется, да, в общем, граф для раскраски в три цвета преобразуется в граф для габилетонов в пути. Ну, может быть, он будет побольше, но не сильно побольше. После этого золотой ключ говорит, есть габилетонов в пути или нет. И ровно то же самое ответ от золотого ключика говорит, красится в три цвета исходная графа линия красится. И это вообще совершенно нетривиальное, и неочевидно, что такой золотой ключ вообще есть. Да, почему это к одной из задачи должны все остальные прислодиться. Но здесь, оказывается, что есть. И более того, таких задач много. И, в частности, и габилетонов в путь, и раскраска в три цвета, и еще куча задач, и НППО. Более того, на самом деле, будет правильно нарисовать картинку вот так вот. Значит, что вот как-то вот так вот выглядит класс П, как-то вот так вот НППО. И есть вот такая вот тоненькая прослойка между, что я имею в виду под такой волнистой линией, что никак нельзя легко отделить одни от других. Да, то есть вот тут какие-то небольшие изменения, значит, небольшие изменения сразу делают из полинемиальной НППО. Виннованные. В общем, если говорить о статистике, то можно сказать так, что вот здесь вот, ну, там тысячи разных задач. НППО их тоже тысячи разных задач. А вот те, кто только неизвестны, ни то, ни другое, их десятки. То есть тоже много, но не очень. Вот. Соответственно, получается... Что за это получается? Получается, что чтобы доказать, что П равняется НППО, достаточно придумать алгоритм полинемиальный для любой одной из вот этих непополных задач. Почему? Потому что тогда золотой ключик будет полинемиальным, и свадимся к нему тоже полинемиальным. Ну и все вместе тоже будет полинемиальным, потому что многочлен, вот многочлен – это многочлен. Вот. Ну, а это задача очень важная, там, они могут, там, сэкономить миллиарды долларов, спасти миллионы жизней. И, в принципе, многие пытаются решать, но ничего не получилось. Значит, но я все-таки П не равно. Я такой довод в пользу того, что ПА не равно НП. Но, с другой стороны, почему как бы это сложно? Потому что тут сложность зашита не в одной какой-то конкретной задаче, а в куче разных задач, которые пытались решать, и ничего не получилось. Но, с другой стороны, для того чтобы доказать, что П не равно НП, тоже достаточно для любой одной из них. И даже для любой одной из вот этих доказать, что эффективного алгоритма нету. Ну, это тоже, как мне, очень понятно, да, что значит, что его нету. В принципе, алгоритмов, может быть, тоже, бесконечно много. Как доказать, что ни один из них не работает? Понятно. В общем, первое соображение, что есть непополные задачи. И, соответственно, они все одинаковые сложности, и с ними совсем ничего не получилось, значит, наверное, какая-то там сложность зарыта у них. Еще одно соображение, оно такое вот, вот, из этой тонкой играли вытекает, да, что если бы на самом деле П равнялось НП, то тогда, на самом деле, П, НП полное, это все было бы одно и то же. И почему мы вот 50 лет работаем, изучаем такое разграничение, открываем его, почему бы мы так делали, если бы он не был на самом деле. Да, наверное, все-таки, на самом деле, П равнялось. Да, иначе никак нельзя объяснить, почему мы это наблюдали. Да, то есть физики бы сказали, что то, что П не равное НП, это такой наблюдаемый факт. Хорошо. Но, на самом деле, есть еще некоторая довольно глубокая вещь. Давайте я попробую ее чуть-чуть объяснить. Почему? Если сам факт, что П не равно НП верен, то именно его трудно доказать. Это такая довольно хитрая вещь, может быть, не будет сразу понятно. Дело в том, что, помните, мы немножко заговорили о формальных доказательствах. То есть вообще есть много, да, кроме этой проблемы, есть куча других открытых проблем, из которых дают премию, из которых не дают премию. Но кажется, что любую проблему в итоге решат, что как бы либо гипотеза неверна, либо гипотеза неверна. Но некоторые знают, что есть еще такой вариант, что гипотеза не зависит от других МСО. То есть может быть так, что мы ее добавим, и не получится противоречие, добавим отрицание тоже получится противоречие. Но на самом деле, на практике важно следующее. Важно, не есть ли у теоремы доказательства или нет его, а важно, есть ли у теоремы доказательства приемлемой длины. Представьте, что какая-нибудь гипотеза Риммана, или проблема Гольбаха, или любая другая ваша любимая открытая проблема в математике, на самом деле не их решение, но самое короткое доказательство имеет длину 10 рядов страниц. Больше, чем, допустим, сидим в библиотеке вместе взятого. Это может быть больше, чем 10 рядов, неважно. Ну, тогда мы считаем, что его нет. Да, если мы самые короткие доказательства никогда не прочтем, то мы можем считать, что его на самом деле нет. И поэтому вопрос, который нас на самом деле интересует, это не есть ли доказательства вообще, а есть ли доказательства приемлемой длины, которые мы сможем прочесть. А этот вопрос уже из РП. Да, из РП, потому что корректность, справедливость доказательства, если его на правильном языке написать, можно проверить довольно быстро по его длине. Так, теперь, смотрите, если РП не равно РП, то тогда получается, что в общем случае трудно понимать, есть ли у тюремы короткое доказательство или нет у тюремы короткого доказательства. Ну, а дальше некоторой, очень хитрой техникой показывается, что вот эти рассуждения можно обратить на то, что, в общем случае, у тюремы короткое доказательство или нет у тюремы короткое доказательство. То есть, если РП не равно РП, то тогда нет способа быстро найти доказательство того, что РП не равно РП. Чувствуете, как оно на себя замыкается? Да, то есть, если РП не равно РП, то нет универсального способа искать короткие доказательства. Ну, а дальше плюс некоторых сложных рассуждений, получается, что нет способа искать короткое доказательство самого вот этого факта, что РП не равно РП. Ну, а раз нет короткого способа, то неудивительно, что мы пока его не нашли. Выдали слова и можно это так выразить, что если наоборот РП равно РП, то тогда, соответственно, тогда можно было бы искать короткое доказательство. И тогда, в частности, можно было бы искать короткое доказательство для того, чтобы РП равно РП. Но тогда мы бы их уже нашли за 50 лет. За 50 лет усиления там тысяч, десятков тысяч ученых. А раз мы не нашли, значит, их нет на самом деле, значит, они РП. Есть логически еще такая альтернатива, когда ни то, ни другое не доказуемо. Почему бы нет? Это правда. Это правда. Есть такая альтернатива. Но про эту альтернативу как раз есть теория. Если мы не можем, там, не просто короткого доказательства нет, а вообще никакого доказательства нет, ни для РП равно РП, ни для РП не равно РП. Если утверждение о том, что Р равно РП недоказуемо и неповершимо, то на самом деле оно почти, я так кавычек не пишу пока, РП почти равно РП. Ну или, может, наоборот, РП почти равно РП. Что это в точности означает? Значит, смотрите. Значит, АИ у нас. НП. Ну, задача из НП решается за время н в степени логарифм со звездочкой н. Что это за логарифм со звездочкой? Значит, вообще в этой науке, если индекса, если основания логарифма нету, то это основание двойника. Но здесь еще есть какая-то звездочка. Это логарифм со звездочкой, он меньше, чем логарифм, меньше, чем логарифм логарифма, меньше, чем логарифм логарифма, и определяется он так. Значит, логарифм со звездочкой n это сколько раз нужно взять логарифм по основанию 2, чтобы получить число меньшей единицы. Ну, давайте я покажу, чему он примерно равнится. Не, ну, то есть 2 в степени 2 в степени 2 больше, чем n, это вот количество этажей. Ну да, да, количество этажей. Но, смотрите, если у меня от единицы до двух, то тогда это один этаж. Значит, если на один раз взяли, то уже получили меньше единицы. Значит, если от двух до четырех, то тогда это два этажа. Да, сначала взяли первый раз попали сюда, потом еще раз попали меньше единицы. Потом от четырех до шестнадцати, это будет три этажа. Да, тут уже два в четвертый. Значит, дальше от восстанадцати до два в шестнадцатый. Да, два в шестнадцатый, 65536. И это четыре. Вот, ну вот, 65536 было, соответственно, два в степени. 65536. Это пять. Вот, ну, в принципе, ну, вот таких вот чисел уже, как бы, в природе не бывает, но, по крайней мере, еще можно записать. Да, там шестнадцать пятьдесят 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 шестизначное число можно записать. Вот. А дальше, если еще один этаж взять, да, то будет, например, садовшикой шесть, и большее число уже даже записать надо взять. То есть получается, что, с одной стороны, острые лица бесконечности, да, потому что такие башни могут быть, сколько угодно, высокие, но, с другой стороны, для всех чисел, которые в природе бывают, он не больше шести. Поэтому тогда получаешь капель, где практически в цене будет поравняться, если это независимо нужно.